Цифровое волонтерское движение ЯОнлайн, организованное и реализуемое компанией «Один» совместно с Фондом ООН в области народонаселения ЮНПФА направлено на повышение цифровой мобильной грамотности людей старшего возраста и людей с инвалидностью. И вот уже третий год проект продолжает объединять всех, кто хочет научиться пользоваться смартфоном и мобильным интернетом или помочь в этом другим. А учитывая его важность, Министерство труда и социальной защиты поддержало инициативу ответственного бизнеса и международной организации. Места проведения мастер-классов выбраны не случайно, так как основная аудитория движения ЯОнлайн – люди старшего возраста, а с 2022 года к ним присоединились и люди с инвалидностью. Сегодня проводится очередная встреча граждан пожилого возраста с представителями А1 по инициативе Комитета по труду и занятости Брестского обл. сполкома. Тема очень актуальная, но она не первый раз возникла. Мы уже давно обучаем пожилых граждан цифровой грамотности. Появилась необходимость уметь людям пользоваться информационными ресурсами для получения разного вида услуг, либо оплаты за эти услуги. Поэтому тема не теряет актуальности. Пожилые люди чаще обращаются к нам с индивидуальными занятиями, но вот такие вот встречи помогают сориентироваться им в вопросах, которыми они еще не владеют. Что есть нового, какие возникают проблемы, ну и, конечно, сегодняшняя проблема – это проблема киберпреступности. Чтобы обучающимся было проще сориентироваться в том, какие возможности перед ними открывают доступ к мобильному интернету, создатели проекта подготовили практические советы, разработанные специально для социальных работников, а также путеводитель, смартфон – это легко. На ясном языке для людей с инвалидностью. Участники обучения – слушатели института третьего возраста. За время двухчасового мастер-класса они приобрели практические навыки в области цифровой грамотности. От возможности заказать талон в учреждениях здравоохранения или оформления подписки на периодические издания онлайн, до поиска актуальных новостей и возможностей проведения досуга. Также все участники проекта получили сертификаты о его прохождении. Что касается брестских слушателей, они от «Инициативы А1» остались в восторге. Сегодня проходит мероприятие по компьютерной грамоте. Мероприятие очень нужное, полезное. Для нас, пенсионеров, оно просто необходимо. Мы учимся сами, иногда даже учим своих подружек, своих соседей, если это нужно. Иногда мы не умеем пользоваться ни приложениями, ни смартфонами. И вот нас учат. Мы очень рады, что есть такая забота, такие мероприятия проходят. Мы рады, что за нас кто-то заботится еще. Теперь у каждого уже есть мобильный телефон. Наше поколение прошло большой путь от чернильницы с шариковой ручкой до сверхустройств современных, которыми мы не очень умеем пользоваться. Как правило, это только фотографии и звонки детям, внукам. Но в нашем телефоне очень много возможностей, о чем нам сегодня рассказали. Это и доставка, где можно, не выходя из дома, если вдруг вы заболели, и некому вам помочь, некому принести продукты. Мы можем сами их заказать, и нам их принесут на дом. Это очень удобно. Такие мастер-классы очень важны не только для взрослых, но и для детей. Я бы предложила проводить их также в школах, так как наши дети пользуются мобильным телефоном только когда им звонят родители, или они им и играются. А тоже есть разные приложения, которые, наверное, пригодились бы и младшему поколению. И если мы научим их пользоваться мобильным телефоном правильно с детства, то у нас еще умнее будет наше поколение взрослое. Реализация такого проекта при поддержке Министерства труда и социальной защиты еще один шаг к достижению цели определенной национальной стратегии активной долголетия 2030 и направленной на увеличение к 2030 году числа пользователей интернета старшего возраста 40% до 65%. Кстати, до конца 2023 года сотрудники А1 проведут 12 мастер-классов по цифровой грамотности для людей старшего возраста в шести городах Беларуси. А если вас заинтересовал проект или вы хотите с помощью ЯОнлайн научить своих бабушек и дедушек цифровой грамотности, рекомендуем перейти на сайт iOnline.a1.by Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!